Добрый день! 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 человек, но здесь такими же родными стали вот эти вот ребята, вот эти мужчины, женщины, которые к ним ходили. Это же были такие случаи, когда это было не один раз, это было через день, через два. Конечно, это было, скажем так, бесконтактное общение, то есть человек приходил, волонтер приходил у квартиры, оставлял продукты питания, либо лекарства, либо брал квитанции, оплачивал их. Пусть это было так, потому что социальные работники, они заходят в дом, они это знают, они там и моют полы, и готовят. Пусть это было таким образом, но всё равно эти ребята, которые даже оставались за дверью, они всё равно стали родными. Не всегда ребята, видимо. Да, я... В плане возраста, да? В плане возраста, да. Всех волонтёров называют ребятами, это вне зависимости. Вы знаете, это как какой-то вечный студент. Вот, наверное, это так. Поэтому действительно, опять же, до мой взгляд, все, кто нуждался в помощи, они действительно были охвачены этой помощью. Вот это мы сейчас поговорим с вами только о пожилых, о людях, которые имеют хронические заболевания. Но ведь у нас ещё не нужно забывать о том, была большая акция по доставке продуктовых наборов семьям с детьми, которые оказались не в простой ситуации. То есть вот здесь как раз социальные работники, на них и не были нацелены, у них пожилые люди, это их каждодневный труд. И тут мы сталкиваемся с тем, что, оказывается, есть ещё семьи в таком же примерно количестве, то есть это их очень много, которые тоже дома находятся на изоляции, у кого-то упал доход, но при этом остались обязательства. Было такое, ну помогите, помогите нам. При этом мы опять же выбрали такой подход, что мы не будем гонять семьи к нам же, например, в комплексный центр, чтобы они к нам приходили. Всё было сделано для безопасности наших жителей. Мы приняли решение о том, что мы вместе с волонтёрами будем доставлять продуктовые наборы. Здесь денежные средства были предоставлены двумя крупными благотворителями. Мы сформировали 10 тысяч продуктовых наборов. Плюс ещё потом подключались неравнодушные люди и предприниматели. Точно так же мы отрабатывали это с региональным отделением Единой России, с общероссийским народным фронтом. Ребята из молодой гвардии, которые тоже стали волонтёрами. А это, представляете, нужно поднять коробку, которая достаточно весомая, 6-7-8 килограмм. Её нужно доставить в семью. Я просто видела, какими объёмами эти коробки загружались со склада и вывозились во всех районах. А потом из районов. Тут уже подключались и главы администраций районов. Мы это вместе делали уже с нашими социальными службами. Непосредственно их, опять же, вместе тоже с волонтёрами доставляли до семей. То есть вот если говорить, сколько за это время получило помощи людей, то я думаю, что это не меньше, чем 1040. Это вот именно то, что мы отработали совместно с волонтёрами и с Министерством социального развития. Были и такие ребята, которые помогали своим соседям, своим знакомым. Вот это тоже не нужно забывать. Очень правильно о том, что волонтёрство, оно сейчас будет закреплено в Конституции. Этот момент показал, насколько это важно, насколько это нужно. Причём это нужно не только тем, кому оказывается помощь, но это нужно тем, кто оказывает помощь. Никита и Наталью хотела спросить, кто эти люди, которые, ребята, которые приходят к вам? Увидели ли вы какие-то новые категории людей, которые хотят помогать другим? Какие у людей есть, возможно, страхи были, с которыми приходилось бороться? Мы как региональный ресурсный центр по развитию добровольства занимались непосредственно привлечением волонтёров, привлечением людей к волонтёрской деятельности в рамках акции «Мы вместе». И здесь мы, мне кажется, совместно так сработали с Министерством социального развития и с волонтёрами-медиками и привлекли очень много людей. Как уже говорила Ольга Юрьевна, это был большой процент людей, которые вообще не занимались волонтёрством до этого. А привлекли вы, имеете в виду, пригласили? Мы приглашали, да. То есть была большая информационная кампания. У нас в каждом муниципальном образовании был волонтёрский штаб, работу которого координировали специалисты сферы молодёжной политики. И здесь очень большую поддержку оказало Министерство спорта и молодёжной политики для того, чтобы вот эту структуру выстроить, чтобы у нас в каждом муниципалитете был такой волонтёрский штаб, который мог бы оперативно реагировать на заявки, поступающие на федеральную линию, на региональную линию, чтобы это как бы всё очень... Чтобы чёткая была работа, потому что... Да, чтобы была такая система. Потому что всё это... Ни разберихи не было, всё неожиданно, да. Да, то есть всё это навалилось очень быстро, резко, и нужно было очень быстро выстроить эту систему. И вот как бы совместно... Все люди, которые в это включались, они понимали, что нужно чётко отработать именно свой участок этого работы, и тогда всё получится. И на самом деле это получилось. Работа проведена очень большая, и были слова благодарности не только от людей, которым помогали, но и которые помогали. Спасибо, что дали нам возможность проявить какие-то свои человеческие качества, помочь тем, кто в этом нуждается. Почувствовать себя востребованным. Да, продуктовые наборы также раздавались, допустим, помогали раздавать малообеспеченным, многодетным семьям через детский фонд. Тоже там благотворители предоставили продуктовые наборы, и вот волонтёры... То есть из разных мест абсолютно, да, то есть все готовы были помочь, все готовы были... Много кто готов был предоставить, допустим, продуктовые наборы. И вообще без вопросов, то есть мы только выкладываем... Несмотря на то, что ещё это с какими-то финансовыми потрясениями совпало по времени. Причём у нас была группа волонтёров, вот как раз, которые помогали детскому фонду, то есть там были топ-менеджеры крупных организаций, то есть я так смотрю перечень волонтёров, знаю людей, да, понимаю, что... То есть это не только студенты, которые... Топ-менеджер брал коробки. Брал коробки, он ехал, грузил, да, на своём личном автомобиле в село Русское, без вопросов. Я первая, то есть заявки уходили просто моментально. У нас не висела ни одна заявка, мне кажется, дольше 15 минут. И на самом деле эта ситуация, говорят же, нет худа без добра, да, то есть эта ситуация показала, что люди-то на самом деле добрые, и у них есть вот эта потребность помогать, есть потребность сделать так, чтобы вот человеку, который рядом, стало лучше, да, если ты можешь это сделать. Сейчас важно вот это всё не потерять, да, вот этих людей не как бы... Они по-прежнему с вами сейчас? Они... Часть из них плавно перешла в следующий проект, это волонтёры Конституции, и там тоже есть работа с пожилыми людьми, часть, да, там, одно из направлений. Мы сейчас обзваниваем пожилых людей, интересуемся, как у них здоровье, как дела, нужна ли им ещё какая-то помощь, и, соответственно, там, готовы ли они проголосовать, и как им будет это удобно сделать. Это тоже плавно такая перетекающая работа. И, соответственно, наша задача уже теперь выстроить систему именно развития, там, добровольческой деятельности таким образом, чтобы те люди, которые поняли, что они могут сделать что-то хорошее, да, и готовы вкладывать там своё время, свои ресурсы, чтобы мы могли им предоставить эту возможность уже, слава Богу, надеюсь, что скоро всё закончится, и мы все будем здоровы, и всё будет благополучно, но вот как бы всё равно остаются социальные проблемы различные. Вот важно, чтобы люди увидели, куда их силы можно приложить, и вот это уже дальше наша задача сделать так, чтобы рассказать об этом. Всё-таки, да, хочу ещё каких-то конкретных людей, чтобы можно, да, было представить, кроме топ-менеджера, кто ещё молодой человек, студент, велосипедисты, я знаю, да, вы часто говорили. Велосипедисты, спортсмены, допустим, федерация бокса тоже активно помогала, региональная активно помогала в развозке продуктовых наборов, хоккейный клуб Родина помогал в формировании, ребята помогали в формировании продуктовых наборов. С руками хоккеисты там раскладывали. Сами пришли, да, и раскладывали, да. То есть к животным они ездили, это же тоже категория, которая тоже пострадала, организации, объединения, которые помогают животным. То есть стало меньше пожертвований, меньше людей, которые приезжали в этот период, в передержки. Соответственно, вот эта помощь тоже оказывалась волонтёрами и спортсменами в том числе. То есть категория абсолютно разная. Тут вообще стёрлись какие-либо границы в социальном статусе или организации, там студенты, школьники. То есть абсолютно разные люди из абсолютно разных сфер. Тоже неустанно говорить им спасибо, как Ольга Юрьевна. Это на самом деле очень многого стоит. И мы искренне благодарны всем тем, кто нам помогал в это нелёгкое время, да, и выстроить эту систему, и наладить своими руками. Ходили, помогали. Это очень важная вещь. Никита, да, хочу спросить. Организация волонтёров-медики уже по названию это вот что-то особенное, скажем так, да? То есть там нужны какие-то особые знания, особая подготовка и функции, наверное, да, волонтёрам именно медикам какие-то вот, возможно, чуть более опасные могли доверить? Да, это так. Нам поступили средства индивидуальной защиты для людей, которые имеют контакт с ковидом, либо заражены, но находятся где-нибудь дома ещё, чтобы мы могли доставить им продукты, лекарства и тем самым обезопасить себя. Волонтёры-медики являются той частью, которым доверили вот эту работу. Именно волонтёры-медикам, да? Ну, мы вообще с волонтёрами-медиками взаимодействуем уже давно, и очень тесно. Да, очень тесно. У нас до этого и дружины здоровья, которые сейчас просто приостановлены, но я надеюсь, что скоро мы опять вернёмся. Мне кажется, года два, да, практически мы года два именно вместе с Министерством социального развития, своими подведомственными учреждениями, с волонтёрами-медиками. Волонтёры-медики это ещё и до нас сделали. Это тут мы к ним присоединились и решили, что у нас будет ещё более эффективная и более такая усиленная бригада. Вот в обывательском представлении волонтёры-медики кажется, что они прямо вот какие-то медицинские, если не услуги оказывают, потому что это всё-таки должна быть подготовка более глубокая, то именно связано со здоровьем, с каким-то контактом, с приёмом жалоб на здоровье. Вот вы упомянули «Дружина здоровья», да, проект. Что он подразумевает? Это проект, направленный на помощь населению. Можно сказать, это мини-диспансеризация населения в отдалённых муниципалитетах Кировской области. То есть это приезжают туда, где людям трудно выехать куда-то в поликлинике, да? Приезжают фельдшер-сакушерский пункт, какого-нибудь населённого пункта заранее запланированного этого, и проводят осмотр населения, подходят к пожилым людям, берут, получается, анализ на сахар, меряют давление и пульсоксиметр. Ну и в целом осматривают, слушают жалобы. Например, наши волонтёры находили большую опухоль и, следовательно, человека направляют к онкологу. Цель главная какая? Чтобы как раз это была больше информационно-разъяснительная работа. Она изначально так и планировала, что людям нужно рассказать, обязательно рассказать, как элементарно следить за своим здоровьем, что нужно измерять давление, если у тебя есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, да? Что нужно проходить диспансеризацию. Для чего это нужно? Почему это было ещё вместе с социальными работниками? То есть мы вместе как раз с волонтёрами, медиками, во-первых, мы доносили это до людей, а у нас тоже сейчас социальные работники. Ещё в прошлом году они прошли все обучение навыкам ухода, и, соответственно, как раз основы измерения давления, основы наблюдения состоянием здоровья они сейчас тоже знают. Поэтому можно даже сказать, что мы стали коллегами в какой-то степени. И тут мы сразу же смотрели, пока ребята, волонтёры-медики вместе с медицинскими работниками, с ФАПа, да, либо с центральной районной больницы бывало, и такое тоже приезжали вместе. То есть они пока смотрят состояние здоровья, мы опять же смотрим условия жизни, да, как у человека, как у него всё обустроено, нужна ли ему социальная помощь. И мы, когда были как раз у пожилых, мы и проводили информационно-разъяснительную работу, тут же сразу же обследовали человека настолько, насколько это возможно. Тут же мы уже смотрели, какая социальная помощь ему нужна, и человек сразу мог получить и консультацию медицинскую, и направление куда-то, если это необходимо было в медицинскую организацию, на более, скажем, углублённое какое-то медицинское обследование. И тут же он уже соглашался на социальную помощь, и за ним закреплялся социальный работник. А что у нас сейчас делают, опять же, социальные работники? У нас сейчас раз обучены социальные работники навыками наблюдения за состоянием здоровья, они же стали у нас помощниками, опять же, партнёрами медицинских организаций. То есть у нас приходит социальный работник, он обязательно измеряет давление, он контролирует своего подопечного, выпил ли он то или иное лекарственный препарат, да, дальше, если он у него заканчивается, значит, ему опять социальный работник напоминает о том, что давайте будем тогда консультироваться с врачом, возможно, либо с фельдшером, да, возможно, нам либо дальше нужно продолжать пить этот лекарственный препарат, либо он требует какой-то корректировки. То есть, и опять же, социальный работник, он передаёт те наблюдения, передаёт медицинскую организацию. И у нас получается, что у нас пожилой человек, он находится под постоянным патронажем, то есть как социального работника, да, ну, в таком, скажем так, на минимальном уровне, но всё же этого достаточно, посмотреть, измерено ли давление, какое давление, выпиты ли таблетки и есть ли эти таблетки в наличии, да, и, соответственно, опять же, уже сразу медицинская организация принимает решение, как нужно уже направить, например, внепланово на осмотр этого человека, либо прийти к этому пожилому человеку домой. То есть вот ведь эта цель у нас была, дружины здоровья. И плюс уже, как уже и говорили о том, что параллельно может было взять и кровь, да, и... А дружины здоровья, вы сказали, сейчас временно приостановлены. Какие ещё проекты, ну, видимо, связаны это ещё и с тем, что ресурс потребовался человеческий на вот акцию «Мы вместе» и другие, да. Что ещё вернётся после того, как станет попроще уже в плане, там, помощи именно связанной с коронавирусом? Скажу, что волонтёры-медики имеют шесть основных направлений, и, несмотря на пандемию, мы продолжаем работать в этих направлениях. Так недавно была проведена в рамках акции «Мы вместе» небольшое ответвление, ответственный донор, которым как и наши волонтёры сдавали кровь, так и призывали других людей прийти в центр крови и в центр гематологии и сдать кровь, стать донором. Просто донором, вот, не для каких-то конкретных, да, целей? В связи с, как уже было вышесказано, пандемией, все ресурсы понадобились вдвойне, втройне. Поэтому это, как минимум, запасы. Это даже если и на данный момент не понадобится, это поведёт и другим людям. Ведь никто не отменяет и другие заболевания, которые были до этого. Хронические заболевания, которые есть, население. Никто не отменяет аварии, те же самые, когда человеку нужно перелить, сколько это литров кровь. Желающих, наверное, стать донорами просто вот, ну, естественным образом стало меньше, потому что все оказались дома и... На самом деле меньше не стало, стало даже немножко больше, чему мы очень рады. Это опять очередное проявление добра. Ещё вот, это первая акция, да? Также продолжает работать наше специальное направление, это проект «Жить», который помогает людям с онкологическими заболеваниями. Это вторичная санпросвет работа людей с онкологическими заболеваниями и как их избежать. То есть какие симптомы основные нужно у себя заметить, куда обращаться с ними вообще, чтобы не пропустить нужный момент. Так, и ещё, кроме «Жить», вы сказали, у вас их шесть. Шесть основных, но в какой-то момент, например, они немножко приостановили работу, например, помощь в поликлиниках. У нас есть направление помощи в поликлиниках, в стационарах. То есть наши волонтёры приходят в определённые дни, просто набираются опыта ставить уколы, ставить капельницы. Но всё начинается с малого. Кто-то начинал, например, даже с мытья полов. Просто ощутить дух, то через шесть или восемь лет спустя ординатуру ты будешь работать. Ну и как обычно хороший руководитель – это тот, кто прошёл с самого начала. Это незаменимый опыт. Волонтёры, которые этим занимаются, не могут прийти, так как ужесточил режим больницы, то есть ввёл карантин. Просто так туда не стоит ходить. Вот о чём я и хотела узнать, потому что в моём понимании волонтёры-медики – это те, кто помогают ещё и прямо в больнице. Мы сегодня разговариваем о работе волонтёров, и не только в коронавирус. Мы ещё продолжим. А сейчас прервёмся на короткую рекламу. Возвращаемся в студию. Здесь у нас сегодня министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в Кировской области Никита Гришковец, руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Новикова. Мы говорим о добровольцах, волонтёрах. В период пандемии коронавируса показали себя очень ярко. И я хочу спросить, как вообще изменилось отношение в обществе к людям, которые тратят своё собственное время практически, да не практически, наверное, бесплатно, с минимальной какой-то мотивацией, наверное, то там со стороны вузов, если ты студент, на то, чтобы помогать другим. Ну, опять же, если позвольте, да, я опять всё равно всё в свою сферу. И до пандемии мы действительно взаимодействовали с волонтёрами. Огромное-огромное спасибо волонтёрам-добровольцам. У нас же есть дома-интернаты, дома-интернаты для пожилых, есть детский дом для специальных ребяток, родник. И туда на постоянной основе всегда приезжали неравнодушные люди, волонтёры, погулять с пожилыми, погулять с малышами. На какие-то праздники организовать им концерты. То есть это также люди добровольно, по зову сердца, просто приезжали постоянно. Они тоже стали родными, действительно, членами нашей огромной большой семьи. К сожалению, сейчас у нас с карантинными мероприятиями, мы уже три месяца их не видим у себя в учреждениях, но не очень хотят. Просто мы пока ограничены, мы закрыты, потому что тоже очень бережём здоровье наших подопечных. Но как только будет возможно, как только эти ограничительные мероприятия будут сняты, мы опять возобновим работу и в этом направлении. Но если мы говорим, опять же, о важности волонтёрства и добровольчества, смотрите, сейчас уже даже на уровне государства приняты меры поддержки волонтёров и некоммерческих организаций. То есть для них, например, наравне с бизнес-сообществом также установлены налоговые отсрочки. У них точно так же для них принято решение об освобождении от арендной платы, если там определённого вида имущества. И есть различные меры. То есть это правильно говорить о том, что уже сейчас это важно и это нужно. И вот эти люди, которые занимаются волонтёрством и добровольчеством, они действительно приняты, они услышаны и они значимы для государства. Не только для тех, которые помогают. Конечно, безусловно. То есть они идут на одном уровне важности и нужности, потому что вот эти меры, меры поддержки, они выходили примерно в одно и то же время. Опять же, если говорить о работе волонтёров, да даже не о работе, неправильное слово, о помощи волонтёров, вот в то непростое время, во время пандемии, президентам, например, учреждена памятная медаль за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе». То есть это и для волонтёров, это и для организации, это и просто для граждан, которые действительно бескорыстно оказывали помощь всем нуждающимся вот в этот непростой период. А кого-то ей уже отметили или ещё пока ожидается? Опять же, если мы говорим о Министерстве социального развития подведомственных учреждениях, то 40 человек из учреждений, которые помимо своих обязанностей по зову сердца помогали развозить эти же продуктовые наборы, мы говорим про семьи с детьми, мы говорим про пожилых, но это не социальные работники, да, вот эти вот люди, которые после работы, которые в выходной день, сами говорили, мы хотим. Знаете, мы не потому, что мы работаем здесь, а потому, что вот это наше желание, мы хотим это делать. Вот мы их направили, очень надеемся, что они будут отмечены этой медалью. Нужны ли вообще медали какие-то, что важно волонтёрам? Ну, на самом деле, я всегда выступаю за то, что волонтёр — это всё-таки человек, который оказывает помощь по зову своей души и сердца, и, соответственно, как бы не может, ну, не знаю, это моё личное мнение, да, там делать доброе дело только за то, что он получит что-то там, вот медаль какую-нибудь, да, там, вот. Но это важно, я абсолютно согласна с тем, что важно поддерживать, важно отмечать вклад волонтёров в... Ну, сейчас мы говорим, да, про акцию взаимопомощи «Мы вместе», потому что это вот такая актуальная тема, да, то есть... Но волонтёры же и до этого работали, было очень много проектов, и сейчас продолжается это и экологическое направление, и патриотическое направление, и волонтёры-медики, да, тоже не только сейчас заработали, да, они же давно работают, и, соответственно, волонтёрство развивается очень давно, и на уровне государства поддерживается, выстраивается структура взаимодействия. Благодаря этому органы исполнительной власти стали чаще обращаться к волонтёрам для того, чтобы решить какие-то там вопросы, которые, возможно, решить силами волонтёров. А то, что вот волонтёрство сейчас будет в Конституции закреплено, вообще, в принципе, это слово, которое, кстати, мой компьютер, например, не знает, он его подчёркивает всё время. Это что ещё, какие дополнительные возможности может дать волонтёрам? Все поправки Конституции, касающиеся волонтёрства, это лично для меня, как для волонтёра, очень правильно и полезно. Мы, как волонтёры, будем ещё ближе и более тесно сотрудничать и с Министерством социального развития, и с Министерством здравоохранения, и в целом с правительством, не только легиональным, но и каким-нибудь московским. Можно сказать, что волонтёры закрепятся на самом главном правовом уровне государственном, ну, то есть это Конституция. А потребность в признании этого статуса существует? Это облегчит работу. Да, потребность существует в плане в том, что у всех разное понимание, кто такой волонтёр и добровольец. Закрепление в Конституции этого понятия наверняка сформирует у людей единое понимание, кто такой волонтёр, что он должен делать, какие функции у него есть, и именно это позволит дальше уже системно поддерживать развитие добровольчества. Именно это будет способствовать формированию такого единого информационного пространства. Отношение к волонтёру как к человеку, который действительно может реально помочь в каких-то сложных ситуациях. Ольга Юрьевна. Безусловно, закрепление положения о волонтёрах и о добровольцах в главном законе страны – это большой шаг. Те слова, которые там, возможно, появятся, о том, что добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам и детям, сажают новые леса, очищают водоёмы. Мне кажется, в этом предложении суть этого зова сердца – помогать всем тем, кто в этом нуждается. И вот эти последние три месяца, они показали, насколько много таких людей, насколько это важно и для тех, кому оказывают помощь, и для тех, кто оказывает помощь. Я вас хочу спросить, как человека государственной системы, о чём я в течение эфира вообще совершенно не вспоминала, потому что вы больше тут как человек, который с волонтёрами вот где-то в одном направлении. Есть ли у нас в законодательстве Кировской области сейчас что-то вот касательно волонтёров, добровольческой деятельности, какие-то, может быть, рамочные документы, или, может быть, после вынесения поправок в Конституцию, если они будут приняты, что-то появится? Ну, опять же, если говорить по поддержке некоммерческих организаций, всё равно мы говорим, что некоммерческие организации, их члены являются волонтёры-добровольцы. Конечно, есть различные грантовые конкурсы, сейчас много общих мероприятий, которые у нас проходят и волонтёры, и добровольцы, некоммерческие организации, они у нас сейчас вообще вливаются в структуру госорганов, то есть мы с ними советуемся, мы вместе с ними принимаем какие-то, вырабатываем решения. То есть, безусловно, это было и раньше, и сейчас, я думаю, что сейчас будет, наверное, ещё больше у нас общих положений, мероприятий, которые мы можем на благо жителей нашего региона реализовывать. Благодарю наших гостей. Мы говорили сегодня о помощи людям, о добре. Это всегда очень приятно. У нас в гостях были министры социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, зам регионального координатора движения «Волонтёры и медики» в Кировской области, Никита Гришковец, руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольчества, не волонтёрства почему-то, Наталья Новикова, эфир вела Ольга Балезина. Спасибо.